Хрустальный журавль вновь нашел своих победителей. Итоги ежегодного областного творческого конкурса журналистов подвели в стенах регионального правительства. Лучшие журналисты, видеооператоры, режиссеры монтажа, дизайнеры и все-все, кто трудится, не покладая рук, во имя информатизации общества, в частности жителей Рязанской области, сегодня получили заветных хрустальных птичек из рук главы региона. В списках победителей были и наши друзья и коллеги Марина Комиссарова и Олеси Харлина. Бесспорно, для каждого представителя СМИ журавль является главной региональной наградой. Получить хрустальную птицу мечтает каждый журналист. Лауреатами конкурса за все эти годы становились у нас и молодые журналисты, и опытные, настоящие профессионалы, зубры своего дела, талантливые люди, как правило, все, и молодые, и опытные. Все это талантливые люди, которые добились заслуженных успехов на журналистском поприще. Многие стали настоящими мастерами, мэтрами, и у них есть ученики уже, значит, которые тоже уверенно работают в сегодняшних условиях, в сегодняшний день, в сегодняшнем дне и в различных изданиях, в различных СМИ. Это свидетельствует о хорошей традиции преемственности журналистики от старшего поколения к молодым. Ежегодно в протоколе журавля появляются номинации своего рода главные герои. В этот раз основными событиями стали 70-летие Победы, 120-летие Сергея Есенина и 920-летие Рязани. Помимо этих тем в номинациях числились и лучшие профессиональные работы сотрудников региональных СМИ. О каждом из коллег, которые в этот день получили свои награды из рук губернатора, можно рассказать отдельно. У каждого своя тема, свой почерк. Олег Ковалев отметил качество журналистики в нашем регионе, ее социальную ответственность и значимость. Как обычно бывает при подведении итогов любого конкурса, достойных стать победителями, оказывается больше, чем номинаций. Но это не повод для огорчений. Ведь журавль уже получил у нас в области постоянную прописку и значит вновь прилетит к нашим коллегам уже в следующем году, чтобы назвать самых лучших, самых талантливых и самых верных своей профессии.